В последнее время мне не хочется выходить в соцсети, мне не хочется снимать видео по причине того, что у меня возникло осложнение после косметологических процедур. Я 30 марта была у косметолога, и мне вкололи липолитик. Это были две зоны. Это живот и подбородок. Внешне на видео, наверное, знаете, и не видно, что у меня что-то изменилось. Вот так это все выглядит. Нужно, наверное, фото до и после ставить, чтобы было наглядно, понятно. В общем, сегодня, 1 мая, косметолог говорил, что это прямой липолитик, и он достаточно такой болезненный. Тяжелая реабилитация. Да, меня предупреждали о том, что реабилитация будет сложной, тяжелой, и... Ну, будут, в общем, осложнения в виде отеков, покраснений, возможно, даже температура тела будет повышаться. Из всего перечисленного у меня был только выраженный отек, у меня подбородок был вот такой вот. Вот досюда он просто отвисал. Очень было болезненно к нему прикасаться, хотя нужно было делать массаж, я его делала. У меня не было температуры, у меня не было покраснений, но сейчас, на сегодняшний день, у меня здесь образовались уплотнения. Довольно обширные. Я делала УЗИ, по результатам общая площадь поражения 5 сантиметров. 5 сантиметров. Подбородок. Да. Еще же у меня был живот. На животе у меня начался некроз. Косметолог меня динамит. А другая... Другая косметолога, ее коллега, предложила мне сделать физиопроцедуры. Это токи, РФ лифты. Но мне не помогло. Я сейчас в таком отчаянии просто нахожусь. Я пытаюсь сейчас собрать воедино мысли вообще просто. У меня сейчас очень тревожное состояние в связи с этой ситуацией. На животе у меня болезненные ощущения. У меня покраснение. Я не знаю, насколько будет этично вставлять сюда фотографию. В общем, приятного мало. Выглядит это все очень неэстетично. Непривлекательно. Когда я поняла, что что-то идет не так, я обратилась за помощью к косметологу, которая, собственно, и колола мне, липолитик. Ну, меня успокоили, сказали, что ничего страшного, такое бывает, что это пройдет. Я подождала две недели. Ну, я не просто ждала, я делала массаж, я мазала троксирутином места и живот. Да, подбородок и живот. В общем, время, мне кажется, в этом случае сыграло со мной злую шутку. В общем, процесс не остановить уже. Я лишь потеряла время драгоценное. Когда я поняла, что что-то не так, что все-таки косметолог лукавит и что это само не пройдет, я стала искать информацию. В Ютьюбе в том числе. Информации нет. Ее крайне мало. И та информация, которая есть, она только положительная. Все довольны Аквалексом, все довольны прямыми липолитиками. Случаев осложнений описано крайне мало. Я нашла только два. Это в Яндексе. Ну и все. То есть это действительно, похоже, редко случается. Об этом никто не говорит, не пишет, не снимает ролики. Я вот сейчас вам записываю это видео. Я хочу обратиться к тем, кто в поисках так же будет, как и я, искать эту информацию. Кто в строке поиск напишет эту фразу «Некроз мягких тканей». Я хочу, чтобы он нашел это видео. Я хочу, чтобы оно ему помогло. В самое ближайшее время я планирую сделать следующее. Так как мне не помог мой косметолог, она мне все по-прежнему отвечает, что это пройдет, что ничего страшного нет. Вот то, что здесь происходит, это называется фиброз. А на животе у меня некроз. Там ткань отмирает. Здесь фиброз – это, ну если простым языком, организм воспринял препарат чужеродным и стал его капсулировать. То есть у нас, как обычно, вводим препарат, он попадает в кровь, расщепляет, все это через почки печень выводится. Мой организм посчитал, что это какой-то чужеродный объект. Вот, вывезти он его не смог по каким-то причинам, ну и решил его закапсулировать. То есть в белковую ткань, в коллагеновую, закапсулировался этот препарат. То есть он, скорее всего, уже не рассосется у меня, никуда он не денется. Ну, здесь не видно. Поверьте мне, здесь прямо уплотнение. Тут и шарики, и бугорки. Так, а на животе у меня некроз. Некроз – это что? Это отмирание ткани. То есть это изменение цвета кожи. И в дальнейшем потеря чувствительности. Это такой лайт вариант. Надеюсь, что все разрешится в лучшую сторону. В ближайшее время я планирую. Первое. Сдать анализ крови. Посмотреть клинически, есть ли воспаление. Второе. Я планирую сделать УЗИ мягких тканей. Третье. Я планирую зафиксировать это все у специалиста. Это либо хирург, либо специалист, дерматолог в КВД. Пока это все. В дальнейшем я планирую на законодательном уровне урегулировать данный конфликт. Будем это так называть. О чем я сниму видео. Я очень надеюсь, что оно поможет кому-то, кто, возможно, окажется в такой же ситуации, как и я, с осложнением. И если вдруг некуда будет обратиться, то, я думаю, будет полезно посмотреть еще один клинический случай. Я надеюсь, что это видео будет полезно тем, кто когда-либо столкнется с такой ситуацией, с некрозом мягких тканей, с фиброзом. Я надеюсь, что все поправимо. И я очень хочу найти специалиста, который работает в этой специфике с осложнениями после введения препаратов. Возможно, вы знаете таких специалистов, и я была бы вам благодарна, если бы вы мне оставили контакт под видео. Вот. Пусть. Пусть. Продолжение следует...